Я сегодня проведу семинар, посвященный созданию юнит-тестов в среде Visual Studio. Как у нас будет организован этот семинар? Сначала будет немножко теории. Я вообще расскажу о том, что такое тестирование, какие бывают виды тестирования, что такое юнит-тесты и как ведется разработка с использованием юнит-тестов. Затем посмотрим пример. Сначала простой пример, а затем посмотрим, какие шаблоны проектирования помогают нам при создании более сложных тестов, например, dependency injection, что это такое, расскажу, и как использование этого шаблона помогает нам в написании тестов. Ну и посмотрим еще один пример, такой более сложный, где все это вместе соединено. Давайте теперь немножко поговорим вообще о тестировании. Что это такое? Тестирование вообще это проверка того, что программа удовлетворяет спецификации. Мы с вами пишем программу не просто из головы. Мы пишем программу для того, чтобы она удовлетворяла заказчика. А чтобы она удовлетворяла заказчика, мы должны знать, как она должна работать, чтобы заказчик был доволен. А вот это как раз описывается в спецификации, то есть в неком документе, который говорит, что должна эта самая программа делать. Однако, крайне редко бывает так, что разработчик написал какой-нибудь код, и вот он замечательно подходит под требования заказчика. Беда, правда, заключается в том, что разработчик-то уверен, что она подходит и работает так, как ожидается. А когда начинает заказчик его использовать, этот код, выясняется, что все не так здорово. И вот беда именно в том, что это выясняется потом. У заказчика. И заказчик становится крайне недовольным и не хочет платить денег. Поэтому крайне желательно выяснить, удовлетворяет ли программа спецификации, не приводит ли ее работы к каким-нибудь непредвиденным ошибкам и прочее, выяснить до того, как мы заказчику нашу программу выкатим. Для этого программу надо оттестировать. Тестирование программы это фактически сверка работы, результатов работы программы и вообще работы программы в целом с спецификацией. То есть делает она то, что требуется или нет. Ну и плюс не возникает ли при этом какие-нибудь непредвиденные ошибки, которые не предусмотрел ни разработчик, ни уж тем более заказчик. В самом простейшем случае такое тестирование может выполнять человек. Собственно простейшее тестирование должен выполнить сам разработчик. То есть когда он написал какой-то код, вообще его неплохо бы запустить и проверить, что он действительно работает. Я об этом говорю, потому что некоторые разработчики бывает не удосужиться сделать и этого. Они напишут код и думают, что они настолько гениальны и код настолько очевиден, что он будет работать вообще без проверки. Но бывают всякие глупые и мелкие синтаксические ошибки, которые приводят к тому, что код не работает. Поэтому самое первое, как говорят, альфа-тестирование обычно проводит сам разработчик. То есть он, собственно, проверяет, что он только что написал. Но полагаться на разработчика в этом деле не следует. И вот задача код выкатить, а вовсе не гарантировать, что он будет работать. Поэтому обычно тестированием занимаются отдельные люди, которые в наших компаниях называются тестировщики, ну а в англоязычных красивым словом QA, QLity Assurance. То есть люди, отвечающие за качество кода. Вот одна из задач этих QA, это тестирование приложения. Для тестировщиков приложение, которое написал разработчик, выглядит просто как черный ящик. То есть QA часто вообще не программисты. И им исходный код даже не дают, потому что он им не нужен. Они фактически выполняют роль заказчика, клиента. И пытаются использовать программу в различных режимах с разными входными данными. Во-первых, проверяя, действительно ли она работает, как написано в спецификации. Ну и во-вторых, не приводит ли ее работа к каким-то ошибкам внезапно. Однако тестирование программы вот такое ручное, с использованием тестировщиков, людей, оно очень затратное. Ну во-первых, по деньгам, им деньги платить надо. А во-вторых, по времени. Тут дело даже не столько в деньгах, сколько в первую очередь во времени. То есть тестировщики, они физически не могут, допустим, большую программу все ее функции протестировать достаточно быстро. То есть мы делаем новую версию. Если мы вносили много изменений по сравнению с предыдущей, даже если это изменения мелкие, есть риск, что они что-нибудь сломали. Фактически, QA вынуждены тестировать все те части, в которые мы вносили изменения. А в идеале и остальные части. Если у нас еще и не очень хорошая архитектура нашего приложения с сильными зависимостями, то работа QA становится похожа на кошмар. Ему надо каждый раз все тестировать, что, конечно, занимает много времени. Он физически не успевает это все тестировать. А это чревато того, что неоттестированные ошибки пойдут, соответственно, заказчику. Как эту проблему можно решить? Ее можно решить путем автоматизации тестирования. То есть, чтобы тестирование проводил не человек, а проводил опять компьютер. То есть, мы к нашей основной программе, которую у нас заказали, пишем еще одну программу, которая называется тестом или тестами. Потому что их будет там много. И задача этой программы тестирования – проверить работоспособность основной программы. Преимущества такого подхода – их несколько. Во-первых, автоматический тест, будучи единожды написан, может быть многократно запущен. То есть, фактически каждый раз, когда мы делаем новую версию, мы можем этот автоматический тест запускать. Во-вторых, работает он все же гораздо быстрее, чем ручное тестирование. В-третьих, фактически такие автоматические тесты будут представлять из себя работающую документацию. То есть, не просто некий документ, написанный там на бумаге или в варде, а то, с чем можно сверить нашу программу. То есть, мы сверяем программу фактически не с бумажной спецификацией, а вот с этим тестом. Причем тестирование сам проводит эту сверху. Однако, все было бы здорово, если бы автоматические тесты можно было писать легко и непринужденно. Однако, не всегда, не для всех задач можно легко написать автоматические тесты. Ну, во-первых, для начала надо сказать, какие вообще бывают тесты. Вот обычные тестировщики, да, люди, они тестируют фактически UI. То есть, они используют программу как обычные пользователи, то есть, взаимодействуют с программой с точки зрения пользователя. То есть, работают с ней только через интерфейс, ну, допустим, оконный интерфейс или веб-интерфейс, если такой есть. В этом смысле они на самом деле ограниченные, потому что некие внутренние функции нашей программы им напрямую недоступны. То есть, мы, да, понимаем, что внутренние функции, они используются для того, чтобы решать задачи, которые ставит клиент, но весьма не напрямую. То есть, у нас получается, что тестировщик, он тестирует как бы всю программу в целом. Это не очень здорово, потому что не всегда это позволяет вообще выявить ошибки, по большому счету, потому что не всегда тестировщик вручную может задать те параметры, которые могут привести к ошибке. Это раз. И, во-вторых, даже если он добивается возникновения ошибки, очень сложно бывает понять, где она возникла. Ну, вот он получил сообщение об ошибке, там программа рухнула. Он, конечно, сообщит об этом разработчику, но разработчику придется долгий упор накопаться, дабы добраться до источника ошибки, потому что источник ошибки, то он же не обязательно в UI, он может быть скрыт где-нибудь в дебрях бэкэнда. Поэтому, когда речь идет о автоматизированном тестировании, мы тестируем не столько UI, сколько функциональные модули нашего приложения. То есть, сами тесты делятся на несколько типов. Ну, давайте пойдем с самого такого простого типа тестов. Это юнит-тесты. Юнит-это единица, верно, если дословно переводить. Или некий, скажем так, минимальный набор функциональности, который мы можем протестировать. Ну, в самом простейшем случае, это, например, какая-нибудь функция или процедура. Я не знаю, мы пишем, к примеру, функцию расчета среднего арифметического числа. Вот мы такой примерчик можем сейчас сделать. Вот вам объект для юнит-теста. То есть, задача юнит-тестов, юнит-тестов, это протестировать, скажем так, наименьший функционал, который ваша программа реализует. Вплоть до тестирования отдельных функций, методов и так далее. Причем, это не единственный важный момент. Часто для работы какой-нибудь вашей функции или метода, который вы тестируете, необходим контекст. То есть, необходимо наличие каких-то других объектов, которые тоже что-то делают. Идея юнит-теста заключается в том, чтобы максимально изолировать функционал, который вы тестируете, от окружения, в рамках которого он работает, в рамках которого он тестируется. Ну, например, у вас есть некий объект, в котором есть некий функционал. Ну, например, объект накладная, в котором есть функция рассчитать общую сумму. При этом сама накладная загружается, например, из базы данных. Так вот, когда вы создаете юнит-тест для тестирования функции расчета общей суммы накладной, total, то, ну, вроде как понятно, что вы должны из базы загружать. Но вот юнит-тест должен эту ситуацию обойти. То есть, накладная, которую он будет тестировать, на самом деле из базы загружаться не должна. То есть, юнит-тест должен подсунуть некую фейковую накладную, для того, чтобы протестировать эту функцию расчета общей суммы. Или подсунуть фейковую базу, которая на самом деле будет являться не базой, а просто данными в памяти. Почему? Потому что если вы будете тестировать функцию расчета total накладной, загружая накладную из базы, фактически у вас будет происходить тестирование базы данных, процесса загрузки из базы данных, и только потом функции расчета, это уже не юнит-тест. Это уже не юнит-тест, потому что юнит-тест тестирует отдельный минимальный функционал. Если мы пишем юнит-тест для тестирования функции расчета total, вот только это он и должен делать. Даже если для этого необходимо какое-то окружение. Для этого юнит-тест должен предоставить фейковое окружение. Как это сделать, мы с вами сегодня посмотрим. Да, ну вот здесь вот нам подсказывают, там фейковая или эталонная база. Я говорю фейковая база в том смысле, что это вообще не база данных. То есть эталонная база, то что вы называете, она реальная база. Из нее может идти реальный процесс загрузки. А речь идет о том, что реальной базы не будет вообще. То есть реально вообще ничего загружаться не будет. Да, эталонные значения, только они будут подсовываться самим тестом. Вот так. Потому что если вы будете, опять же, использовать эталонную базу, все равно же к ней надо обращаться и оттуда данные брать. То есть фактически у вас опять будет процесс тестирования не только функции расчета total, но и процесса загрузки, пусть и из эталонной базы. Вот задача юнит-теста избежать, избежать тестирования множественного функционала. То есть один юнит-тест тестирует только один минимальный функциональный блок и не более того. Таких юнит-тестов можно, в принципе, сделать очень много. Очень много. И прелесть еще юнит-тестов в том, что они, по большому счету, независимы друг от друга. Почему? За счет того, что они тестируют минимальный функционал, обрамляя его вот этим фейковым контекстом. Ну, понятно, что даже если все юнит-тесты работают, это не значит, что вся программа будет работать. То есть если мы протестировали несколько функций по отдельности, и они вроде работают, это не значит, что они совместно будут работать. Если, допустим, одна из функций будет вызывать другую, ожидая одни данные, а та будет возвращать не то, что ожидается, то совместно они работать не будут. Или, допустим, у вас, ваше приложение взаимодействует с какой-нибудь отдельной службой. Вы написали юнит-тест для вашего приложения, для службы. Вроде все работает, а вместе они все равно не работают. Когда прошли юнит-тесты, то есть когда вы протестировали отдельный функционал, можно написать тест-м и запустить, соответственно, который проверит взаимодействие функциональных модулей друг с другом. Такие тесты называются integration-тесты. То есть тесты на взаимодействие. Ну и, наконец, можно, естественно, автоматизировать и тестирование того функционала, который ожидает конечный пользователь. То есть ради чего все затеяно. Для того, чтобы пользователь, тыкая на нужные кнопки, получал нужный результат. Такие тесты называются acceptance-тестами. То есть когда, ну обычно, вернее, часто их делают все-таки люди, но, в принципе, их тоже можно автоматизировать. Это уже тесты, которые говорят, что да, именно то, что ожидает увидеть клиент, на это похоже наше, собственно, приложение. Как обычно идет процесс создания приложений и тестов. Ну обычно тесты, если брать классические методологии, их оставляют на конец. То есть сначала мы пишем приложение, вручную там что-то проверяем, а потом, если время остается, напишем какие-нибудь тесты. Может быть, когда-нибудь. Часто в таких случаях бывает, что до тестов дело не доходит, или тесты покрывают не весь функционал. То есть какие-то тесты мы для какого-то функционала написали, а какие-то нет. Однако можно поступить и по-другому. Можно писать тесты сразу вместе с написанием кода. То есть написали тест для какой-то функции, написали функцию, проверили, работает, тест проходит. Переходим к следующей. Такой подход называется Test Driving Development. ТДД сокращенно. Здесь идея заключается именно в том, что вы пишете программу не ту, которая должна подходить под спецификацию, а ту, которая должна подходить под тесты. То есть вы сначала пишете тесты, а потом будете писать программу под эти тесты. Обратите внимание, сначала тесты пишутся, а потом только программа. То есть допустим, у вас в спецификации написано, что должна быть реализована вот такая-то функция. Вы пишете тест под эту функцию. Естественно, он сначала не работает, функции-то нет. Неработающий тест считается проваленным тестом, то есть непройденным. После чего вы пишете функцию, которая позволяет этому тесту сработать. Вот это и называется ТДД. Сначала тест, потом функционал. Причем разработка идет маленькими шажками. То есть вы не так, что пишете тесты сразу на все. Нет, вы написали тест на маленькую функцию, реализовали функцию. Тест на следующую маленькую функцию, реализовали функцию и так далее. Это хорошо соотносится с так называемым неиспадающим проектированием. Когда у вас есть большая задача, вы ее делите на более мелкие задачи, те в свою очередь еще на более мелкие, и так до тривиальных задач. И каждую такую тривиальную задачу вы реализуете в виде маленькой функции или метода. Так вот, прежде чем вы реализуете эту тривиальную задачу с помощью маленькой функции или метода, вы сначала напишите тест под нее, а потом реализуете 7 методов. Ну, кажется немножко странным, да? То есть много работы, сначала тесты писать, а только потом реализацию методов под эти тесты. Зато у вас получается интересная вещь. Когда вы напишете программу, у вас сразу в наличии тесты под весь функционал этой программы. Это раз. То есть вы уже не забудете, не сможете на потом откладывать написание тестов, потому что вы по этой методологии должны их сначала написать. Во-вторых, это позволяет вам легко проводить рефакторинг. Что такое рефакторинг вообще? Рефакторинг – это изменение кода с целью его, например, оптимизации или перестроения структуры. Но рефакторинг чреват тем, что у вас может разрушиться функционал. То есть сломаться, как говорят, функционал вашей программы. То есть вы провели рефакторинг, думали, что это оптимизирует код, но это привело к тому, что какая-нибудь часть программы перестала нормально работать. Наличие тестов, а в случае ТДД, они у вас уже есть в наличии. Вы же не могли написать функцию до того, как написали тесты при таком подходе. Так вот, наличие тестов позволяет вам сразу выявить проблемы, возникшие при рефакторинге. То есть у нас получается вот такой вот длительный бег по кругу. Мы написали тест для функции, реализовали функцию. Если надо, потом мы провели рефакторинг, архитектуру изменили или просто саптимизировали функцию и снова запустили тест. Если обнаружили, что тест не проходит, значит, надо искать причину. Значит, мы либо рефакторинг неправильно провели, либо дооптимизировались до того, что поломали функционал. Если тест проходит, то мы, соответственно, зацикливаемся и переходим к следующей функции. А еще одно преимущество ТДД, это то, что наличие тестов, которые покрывают весь функционал вашей программы, фактически, вот эти тесты, покрывающие весь функционал программы, фактически превращаются в такую живую документацию. Беда вообще вот такой бумажной спецификации в чем? Бумажная спецификация, ну или в электронном даже виде, она представляет из себя такой документ, на 100-200 листов, если там серьезное какое-нибудь приложение, с которым надо постоянно сверяться. Но тут еще проблема в том, что сейчас заказчики часто желают вносить изменения, особенно в процессе разработки, там и так далее. И часто эти изменения не вносят в сам документ, а фактически идет просто переписка между заказчиком. То есть у нас вместо одного документа, где все описано, есть этот документ, который на самом деле устарел уже, и есть куча писем у кого-то там в почте. Ну или в лучшем случае сделали какой-нибудь Вики, базу данных, где все это выложено. Но все равно там бывает очень сложно понять среди дебри статей, какое же требование актуально на данный момент. То есть в оригинальной спецификации было написано одно, потом была пара писем, в которых было сказано, что тут чуть надо поменять, а потом было еще одно письмо, которое говорило, что вообще этот функционал надо переделать совершенно другим способом. А в случае наличия тестов, когда вы получаете изменения от заказчика, изменения функционала требования, изменения функционала, вы первое, что делаете, вы не бросаетесь изменять функционал, вы меняете тесты. Вы меняете тесты. Естественно, эти новые тесты под новый функционал не работают, потому что пока-то вы реализовали функционал старый. Соответственно, вы сначала изменяете тесты, они у вас фейлятся, То есть не работают, не проходят. И только потом вы изменяете программу, подгоняя ее под эти тесты. То есть у вас фактически эти тесты являются актуальной спецификацией. Вот то, что закодировано в тестах, это последние зафиксированные требования заказчика. Это первый момент. И второе отличие от бумажной спецификации в том, что эти тесты всегда можно запустить. То есть можно всегда сказать, а вот нынешняя версия программы, она подходит под актуальную спецификацию или нет. В то время как в случае бумажной спецификации необходимо фактически с нуля все тестировать каждый раз, чтобы убедиться, подходит она или нет. Что, конечно, не очень здорово. Ну кто ж кроме человека художественный язык-то распознает? Есть средства автоматизации создания тестов, но их все равно надо создавать. Кто кроме человека их создаст? Ну вам это только может помочь, но все равно эту работу никто, кроме разработчика, не сделает. Ну пока компьютеры сами под себя программы не научились писать. Хотя сейчас компьютеры и понимают речь человека. Но вы не можете сейчас объяснить компьютеру, какую программу мне нужно. Он не сможет ее сам написать. Когда это будет, профессия разработчиков на этом закончится. Так, вот здесь вот у нас коллеги спрашивают. Да, вот программы сами будут писать программы. Ну вот когда это будет, да, разработчики пойдут искать себе другую работу. Вот здесь коллеги спрашивают, применимо ли это для UI. В принципе, да. В принципе, да. Существуют возможности тестировать и UI. Ну здесь есть два подхода, скажем так, к тестированию UI. Первый подход, это просто имитация действий пользователя. Ну если мы берем какое-нибудь приложение с оконным интерфейсом или с веб-интерфейсом, которое работает внутри браузера, фактически пользователи взаимодействуют с этим приложением, используя мышку и клавиатуру. Существуют программы, которые могут имитировать действия мышки и клавиатуры. Но эти программы, они, скажем так, достаточно тупы. Они могут кликать мышкой в определенное место. Ну а если мы интерфейс поменяли, у нас кнопка перенеслась. Это же не значит, что функционал нарушился. Соответственно, эти программы тоже придется переделывать. Есть более такой правильный подход к тестированию UI. Во-первых, мы тестируем UI не имитируя действия пользователя, а проверяя, во-первых, доступен ли самому пользователю этот UI. То есть, допустим, мы знаем, что при обращении к этой странице он должен увидеть список фотографий. То есть, мы можем написать тест, который, во-первых, запросит у веб-сервера эту страницу и проверить, что веб-сервер выдал именно страницу, а не ошибку. То есть, просто по коду ответа. Он может посмотреть наличие фотографий. В указанном количестве, особенно если мы, опять же, используем эталонную базу, или там фейковую базу, то мы можем просто в тесте захардкодить, что должно быть столько-то фотографий. То есть, мы тестируем, скажем так, не столько конкретный внешний вид UI, сколько, во-первых, его доступность как таковой. Потому что, на самом деле, при разработке UI очень часто бывает, что страница или окно вообще не работает. То есть, пользователь заходит на страницу, а там просто вылетает ошибка сервера. Или, допустим, открывает окно, а приложение грохается. То есть, первое, что надо тестировать с точки зрения UI, это просто доступность этого ресурса как такового. Это, на самом деле, очень важно. Хотя, вроде казалось, элементарная вещь, на самом деле, очень важно. Второе, это тестирование чисто наличия ключевых элементов визуального интерфейса. То есть, допустим, мы знаем, что на форме накладной должна быть кнопка ОК, кнопка отмена, должна быть, видимо, номер, дата накладной и список товаров. Вот это мы можем просто проверить наличие этого. Обратите внимание, мы даже можем не проверять сейчас обязательно содержимое. Первое, это тестирование уже не UI, это тестирование другого уровня, дата аксесс, лейера и прочее, которые нам подсовывает данные. Тестирование UI просто проверка наличия ключевых визуальных элементов, которые должны быть на форме. Даже без попытки кликать на них. Вот такие вот два подхода к тестированию UI. Первое, это просто такая имитация с помощью всяких скриптов, имитация действия пользователя. А второе, это тестирование UI в плане просто доступности. Доступности формы как таковой и доступности ключевых визуальных элементов на ней. Для этого, да, для этого есть фреймворки в том же Допнете, есть так называемый Automation Framework, который можно использовать для тестирования, например, ВПФ-приложений. Он вообще-то создавался не для этих целей, он, знаете, для чего создавался? Для создания интерфейсов для людей с ограниченными возможностями. То есть вот у вас есть обычное оконное приложение, да, а вы хотите, чтобы им могли пользоваться люди с ограниченными возможностями, то есть, например, управлять голосом как-то и так далее. Для этого в приложение встраивается функционал, который имитирует работу с визуальными элементами, но через другое управление, например, через голосовое. Вот в Дотнете есть для этого фреймворк, который называется Automation. Automation Framework. Так вот, он же может быть использован как раз для тестирования UI, потому что фактически он позволяет сымитировать программную работу с некими действиями с визуальными элементами. Это вот что касается именно тестирования UI. Ну хорошо, давайте мы, собственно, посмотрим, как в Visual Studio можно создать простейший юнит-тест, как посмотреть его работу и так далее. Ну, допустим, мы пишем простейшее приложение, пусть будет консольное приложение, которое будет содержать функцию, метод, расчет среднего арифметического нескольких чисел. Причем я при написании этого метода сейчас специально сделаю ошибочку маленькую, которая не сразу проявится. Мы сделаем такой метод, я сделаю такой метод, потом напишу тест, а потом с помощью этого теста попытаемся найти эту ошибку. Сейчас у меня будет простейшее такое консольное приложение, ну пусть оно будет называться калькулятор. Вот у нас код. Вот в этом классе я сделаю некую функцию, метод, который возвращает среднее арифметическое нескольких чисел, целых. То есть на входе несколько целых чисел. Давайте метод назовем average. Чтобы нам передать несколько чисел, мы будем передавать параметр типа ссылка на массив. И будем считать ссылку на массив int, и будем считать среднее арифметическое этих int. Возвращаемое значение у нас типа double, вещественное, ну потому что среднее арифметическое двух или большего числа целых чисел может быть вещественным. Чтобы можно было неявно передавать массив, можно вот такой еще модификатор парам здесь указать. Как мы реализуем эту функцию? Ну по идее нам надо сложить все числа, входящие в этот массив, и разделить на размер этого массива, то есть на количество чисел. Верно? Ведь так считается среднее арифметическое. Для этого я заведу переменную сумма с начальным значением 0. Дальше переберу с помощью цикла forEach все числа int в моем массиве. И к этой сумме суммирую все эти числа. Вот у меня переменные суммы, теперь сумма чисел в этом массиве. Ну а результат выполнения метода это сумма, деленная на количество. Откуда мы узнаем количество? У нас у массива есть свойство length, количество, то есть размер этого массива. Ну вот вроде бы написали. Давайте проверим. Я вот здесь вот в консоли попробую вызвать эту функцию. Консоль writeLine. И вызовем average, ну например с тремя параметрами. 1, 2, 3. Какое среднее арифметическое этих трех чисел? 1, 2, 3. Очевидно двойка, да? Давайте запустим, посмотрим. Ну двойка, да. Хорошо. А теперь я хочу написать тест к этой функции average. Мало ли я ее потом переделывать буду или рефакторить, или еще что. Технически, как создаются юнит-тесты? В состав современной Visual Studio входит маленький фреймворк, который так и называется unit test. N-unit точнее он называется. Когда-то давно это была отдельная библиотека, но уже по-моему с 2010 студии Microsoft включил ее в состав Visual Studio. Называется, повторюсь, N-unit. Или просто юнит-тесты. Поэтому, фактически, для создания теста нам надо создать отдельный проект, который будет из себя представлять проект типа Class Library. То есть результатом его компиляции будет DLL, библиотека, которая будет загружаться в этот N-unit. И N-unit сам будет вызывать функции нашей библиотеки, которая будет заниматься тестированием. Обратите внимание, почему я функции тестирования выношу в отдельный проект. Технически их можно было бы поместить и в этот проект, но ведь конечному заказчику они совершенно не нужны. Зачем туда лишние функции? Поэтому мы делаем отдельный проект, который будет ссылаться на наш проект основной программы. То есть проект тестирования знает про ту программу, которую он тестирует. Но не наоборот. Сама программа про свои тесты ничего не знает. Что значит знает? В случае Visual Studio проект тестирования юнит-теста будет содержать референс, то есть ссылку на проект, который она тестирует. Но тут надо сразу еще вот такой момент сказать. Поскольку функции тестирования будут в отдельном проекте, то чтобы они могли что-то протестировать в нашем основном проекте, в данном случае в проекте калькулятор, тестируемый функционал должен быть доступен снаружи. Для этого я вот этому классу, а также функции, которые я буду тестировать, добавлю в модификатор Public. Почему это нужно? Потому что если я этого не сделаю, какой по умолчанию модификатор подставляется компилятором C-Sharp? Internal. Модификатор Internal и для класса, и для метода означает, что данная сущность будет доступна только в рамках данной сборки. Но поскольку модуль тестирования будет в другой сборке, так как он в другом проекте, то в случае Internal модуль тестирования просто не увидит тот функционал, который ему необходимо тестировать. То есть мы ничего протестировать не сможем тогда. Поэтому мы добавляем здесь модификатор, который позволит из другой сборки увидеть данный функционал. Ну, в самом простейшем случае Public. Теперь я сделаю, собственно, проект тестирования. Для удобства в Visual Studio есть соответствующий шаблон проекта. Мы на Solution щелкаем правая кнопка Add New Project. И здесь есть шаблон Test. Вот он, Unit Test Project. Unit Test Project. Ну, давайте назовем его как-нибудь. Если наш основной проект называется Калькулятор, то пусть проект тестирования называется Тест Калькулятор. Окей. Вот он у нас появился. Если вы посмотрите в свойства этого проекта Properties, то увидите, что это Output Type Class Library. То есть результатом компиляции тестового проекта будет просто сборка DLL. Сама она не выполняется. У нее точки входа, как у экзешника нет. Кто же ее будет выполнять? То есть как будет запускаться тест? А вот здесь на помощь как раз приходит фреймворк NUnit, входящий уже в состав в Visual Studio. Обратите внимание, в референсах этого проекта есть референс вот на такую библиотеку. Microsoft Visual Studio Quality Tools Unit Test. Unit Test Framework. Это и есть то, во что превратился NUnit. Раньше он назывался NUnit, сейчас просто Unit Test Framework. То есть, когда мы захотим запустить тесты, фактически запускается этот фреймворк, он загружает нашу библиотеку и вызывает функции нашей библиотеки. Сразу возникает вопрос, а как этот самый фреймворк, бывший NUnit, узнает, что из этой библиотеки использовать? Фактически ведь у нас в этой DLL-ке, в скомпилированной сборке, будет просто набор классов, в которых какие-то методы. Их там может быть много, и классов, и методов. Что из них является методами тестирования, как их запускать, в каком порядке, с какими параметрами. Для этого NUnit, Unit Testing, используют атрибуты. Знакома синтаксическая конструкция атрибута из C-Sharp? Или пояснить, что это такое? Давайте поясню. Атрибуты это своего рода такие ярлыки, которые можно развешивать на разные части вашего кода. Если говорить конкретнее, то атрибут можно повесить на класс, можно повесить на метод, можно повесить на поле. Здесь вот у нас коллеги спрашивают по поводу C++. Ну вообще, смотря по что вы на C++ пишете. То есть если вы пишете на ManagedC и под .NET компилируете, то естественно его можно использовать. Если вы пишете на C++, копилируете в машинный код, не в промежуточный код, то конечно NUnit вам не подойдет. Он для .NET разрабатывался. Но для C++ можно свои фреймворки тестирования найти. Итак, давайте вернемся к нашему NUnit. Так вот, вот в этом namespace, который нам UnitTest предоставляет, есть набор атрибутов, с помощью которых мы размечаем наши классы и методы таким образом, чтобы объяснить UnitTest, что и как нужно запускать. Вот здесь коллеги еще спрашивают, в 2008 студии. В 2008 студии там как раз, по-моему, NUnit, он просто отдельно ставился, как отдельный фреймворк, как дополнение к Visual Studio. И соответственно тоже работал. То есть я вот здесь вот в комментариях напишу, когда-то он назывался NUnit. А потом Microsoft его включил уже в состав студии. Так вот, с помощью этих атрибутов, которыми мы размечаем наши классы и методы тестирования, мы можем фреймворку UnitTest объяснить, что и зачем запускать. Ну, во-первых, класс, который содержит методы тестирования, методы, которые будут осуществлять тестирование, должен быть помечен вот таким атрибутом. Тест-класс. Пометка атрибутом выполняется следующим образом. Синтаксический вообще атрибут записывается вот так. Перед той сущностью, на которую вы хотите пометить атрибутом, вы в квадратных скобках пишите имя атрибута. Ну, я отдельно скажу, что атрибуты вообще в C-Sharp технически представляют из себя просто классы. Это могут быть классы стандартные, а также ваши собственные. В данном случае это классы, которые присутствуют вот в этом пространстве имен. И вот в этой сборке, на которую уже сделан референс в нашем проекте тестирования. А методы, которые нужно запускать для тестирования, должны быть помечены другим атрибутом. Тест-метод. Эти методы должны быть публичные, не статические и не иметь никаких параметров. И ничего не возвращать. То есть на самом деле фреймворк юнит-теста работает очень просто. Когда вы ему подсовываете в вашу библиотеку тестирования, он ее загружает. Дальше ищет в этой библиотеке с помощью рефлекшена все классы, которые помечены атрибутом тест-класс. Создает объекты этих классов, то есть экземпляры. И затем последовательно вызывает все методы объектов этих классов, которые помечены атрибутом тест-метод. Все. Вот и все, что он делает. Тут сразу возникает еще один вопрос. А как наши методы тестирования, то есть методы помечены атрибутом тест-метод, сигнализируют о том, собственно, прошел тест или не прошел тест? Ведь они же ничего не возвращают. Обратите внимание на сигнатуру. У них параметров нету, возвращаемых значений тоже нету. Сигнализируют они очень просто. Если работа метода закончилась без ошибок, то есть просто нормально завершилась, значит тест пройден. А вот если изнутри вылетел эксепшн, значит тест не пройден. То есть в принципе юнит-тест определяет, прошел тест или не прошел, он как пест или фейл по-английски. Просто вылетел эксепшн оттуда или не вылетел. Но где он вылетел, он не говорит. Нет, он скажет почему, он скажет, сейчас увидите. Он скажет, где вылетел эксепшн. Да, можно. Это мы сейчас тоже посмотрим. Там есть и другие атрибуты, кроме этих двух. Сейчас я про них тоже расскажу. Ну давайте здесь вот простейший тест сделаем. Итак, нам надо протестировать функцию Average. Ну давайте я, во-первых, класс вот здесь переименую. Ну хотя пусть так останется. Метод переименую. Пусть он называется TestAverage. Ну во-первых, для того, чтобы протестировать метод Average, расположенный в классе в другой сборке, нам надо сделать референс на эту сборку. То есть вот то, о чем я вам говорил. Проект тестирования должен знать про проект, который он тестирует. Поэтому первое, что мы делаем в проекте тестирования, addReference. Вот здесь спрашивают, бизнес-логика не проверяется. Почему же бизнес-логика не проверяется? Что такое бизнес-логика? Бизнес-логика это какие-то методы в ваших бизнес-объектах. Соответственно на каждый метод бизнес-объекта вы пишете собственный метод тестирования. А может даже и не один. Почему бизнес-логика не проверяется? Просто надо понимать, что каждый метод тестирования тестирует маленький функционал. Он потому и называется UnitTest. И также можно и бизнес-логику протестировать. Так, давайте я сделаю референс. Вот он у меня появился. И теперь я, соответственно, могу обратиться к, как у меня там namespace-то назывался, namespace-калькулятор, класс-программ, метод-эверич. Соответственно, namespace-калькулятор. Вот он. Ну давайте я его using-ком нажму здесь. Напишу. Using-калькулятор. Класс-программ и метод-эверич. Вызовем его с какими-нибудь параметрами. Допустим, 1, 2, 3. Получим некое значение. В принципе, можно было бы вручную сверить это значение с ожидаемым и выбросить exception, если они не совпали. Но для удобства, чтобы не заниматься проверкой, выбрасыванием exception, есть вот такой полезный класс, который называется assert. Вот он. Он как раз из пространства имен Microsoft Visual Studio Test Tools Unit Testing. У этого класса есть куча статических методов. Вот они, видите. I equal, I not equal, fail, I same, is null, is not null, is true и прочее. Фактически, идея заключается в том, что вы ему подсовываете два значения. То значение, которое вы получили в результате, и то значение, которое вы ожидали. То есть, реальное значение и expected value. Ну и опциональное сообщение об ошибке. А он сам сравнивает и сам кидает exception, если надо. То есть, вот смотрите, я воспользуюсь методом I equal. Я же хочу просто два значения сравнить. В данном случае значения какого типа? Double. Большинство из этих методов, они типизируемы. То есть, вы указываете тип значения, который вы сверяете, и у него два параметра. Первый параметр – expected value. Что я ожидаю? Вот такое значение я ожидаю. А второй параметр – actual value. Реальное значение. Вот реальное значение. Все. Мы написали этот простейший тест, и можно его запустить. Для начала надо скомпилировать, конечно, все. Все компилируется, и можно запустить через меню test, run, ну, например, all test. Сейчас он у нас запустится. Вот сейчас у нас unit test загружает нашу библиотеку, сканирует ее на предмет наличия тестовых классов и тестовых методов. И мы должны увидеть результат. Вот он, собственно, результат. Видите, здесь появился. Окошечко test explorer, который нам говорит, что test average – best. Вот он зелененький. У нас пока один тест, а в реальности их будет много. В идеале они должны быть все зеленые. Но на самом деле в нашей программе есть ошибка. В нашей программе есть ошибка, которую мы можем поймать с помощью тестов. В идеале тесты должны покрывать максимум вариаций входных параметров. Давайте я сделаю тест, который принимает четное количество параметров. Вот так. И здесь очевидный результат должен быть не целым. У нас среднее арифметическое число, 1, 2, 3, 4, должно быть 2,5, верно? Давайте проверим. 2,5, R2. Снова делаем build. Снова запускаем нашу программу, наши тесты. И вот у нас видим, что теста пофейлился. Видите, красный. А где он упал? Вот, где упал. А где упал, смотрим ниже. Вот у нас подробности, где упал. Мы кликаем сюда. И он нам пишет, что expected value 2,5, а actual value 2. Вот он даже в stack trace нам показывает. Вот он нам строчку, если сюда кликнуть, он нам подсвечивает. Вот. Мы написали assert 2,5, R2. То есть мы ожидали, что в R2 будет 2,5. А получилось 2. Вот видите. Вот он. Expected value 2,5, а actual 2, а не 2,5. То есть нам метод average вернул что-то не то, что мы ожидали. Мы таким образом выявили проблему. Давайте исправим эту проблему. Почему у нас так получилось-то? Потому что у нас здесь деление целочисленное, верно? У нас сумма интовая и длина массива тоже интовая. Когда у оператора деление оба операнда интовые, то деление будет целочисленным, а не вещественным. Поэтому при целочисленном делении получилась двойка. То есть чтобы нам действительно получить вещественное значение, нам надо один из операндов привести к типу double. Вот мы исправили. Давайте снова сделаем build. Build прошел и снова запустим тесты. Вот. Вот теперь у нас все тесты пройдены. На самом деле можно было бы даже разбить вот эту функцию тестирования на две функции. То есть сделать, допустим, test average 1 и test average 2, которые тестируют с разным набором параметров. То есть частая ситуация, когда для тестирования одной функции мы пишем несколько функций тестирования. Вот так вот. А здесь будет test average 2. Это просто помогает в выявлении ошибок. То есть мы сразу увидим... У нас же сказано, что надо наименьшим функционал тестировать. Мы сразу увидим, где проблема. А при чем здесь тестировщик? Тестировщик тут вообще не присутствует как субъект. Здесь только разработчик. Тесты пишет разработчик. Да. Ну не обязательно одно лицо. Нет. Это могут быть в команде разные лица. Вот. И даже часто это в команде разные лица. Вот. Но это дело... Понимаете, тестировщик человек, который не умеет программировать. В идеале. Конечно, есть тестировщики, которые совмещают функции разработчика. Тогда да, они могут заниматься и написанием тестов. Но фактически они выступают в этом случае в роли разработчика. Они уже разработчики. Видите, вот эти автоматизированные тесты, это же код. Код у нас пишет программист. Больше никто не умеет писать код. Ну, это зависит от того, кто будет писать тест. Нет. Почему исходным кодом делиться? Не обязательно. Вот, например, сейчас наш тест-калькулятор, вот этому проекту тест-калькулятор, не нужен исходный код калькулятора. Ему нужен откомпилированный код. То есть, допустим, мы написали калькулятор, а кто-то хочет написать к нему тест. Мы не обязаны и можем не давать ему исходный код калькулятора. Мы ему даем откомпилированную сборку. Калькулятор.exe. Он делает референс на нее и тестирует. То есть... Можно делать референс на дейлельку? Конечно, точно так же, как на дейлельку. Разница между сборкой экзешником и сборкой дейлелька только в том, что в экзешнике есть точка входа. А в остальном это то же самое. То есть, приедем мы можем не дать любую программу, написанную на сервере, на серверах, на дейлельку. Нет, но мы говорим про .NET, мы говорим про сборки. Мы говорим сейчас про .NET. А в .NET у нас единица выполнения – это сборка. Физически это дейлелька или экзешник. Которая содержит промежуточный код на интермидиат лэнгвич, ресурсы и прочее. Разница с точки зрения дейлелька между экзешником сборкой файлей с расширением экзе и сборкой файлей с расширением дейлелька только в том, что в экзешнике есть точка входа. То есть, указание, с чего его выполнять. И все. Все остальное то же самое. Референс вы можете делать на любую из этих сборок. Так, вот здесь у нас коллеги тоже вопрос спрашивают. А как быть с функциями, которые ничего не возвращают? Как их тестировать? Ну тут вопрос, а что делают функции, которые ничего не возвращают? То есть, наверное, они что-то делают. То есть, они как-то влияют на окружающую среду. Вот. Вы, соответственно, проверяете это влияние. То есть, если у вас есть функция, которая, например, принимает какой-нибудь объект и сохраняет его в базу, то вы можете протестировать, во-первых, тот факт, что она вообще выполняется. То есть, что из нее не вылетает эксепшн. Ну, это очень просто. Вы создаете фейковый объект, вызываете эту функцию. Если из нее вылетит эксепшн, вам даже ничего проверять не надо. Если вылетел эксепшн, у нас же тест по фейлице считается, верно? Вот. И плюс в более сложной ситуации вы, вызвав эту функцию, можете потом перезапросить базу и посмотреть, а действительно ли сохранились эти данные. И правильно ли они сохранились. То есть, даже если функция ничего не возвращает, она же как-то влияет на свое окружение, вот это влияние вы сравниваете с эталонным. Да, сейчас я про это расскажу, конечно. Сейчас я расскажу про это. Так, давайте вот по этому простейшему тесту все понятно. То есть, мы создали отдельный проект, фактически сборка типа Class Library, в котором может быть набор классов, таких классов может быть много. Они помечены атрибутом тест-класс, а внутри методы тестирования помечены атрибутом тест-метод. Поэтому код сейчас понятно все. В реальности, в реальности можно немножко усложнить наши тесты. Сейчас поясню. Хорошо, когда вам для того, чтобы протестировать какую-то функцию, или просто, в общем случае, какой-то функционал, нужно просто ее вызвать с какими-то параметрами и посмотреть на результат. В более сложных случаях вам может понадобиться некая подготовка. Ну, например, вы хотите проверить работу с базой данных. Вы для начала эту базу данных должны создать, вы же не на реальной базе будете проверять, да? Вы должны создать базу данных, проинициализировать ее начальными значениями, потом запустить тесты, а потом, наверное, базу почистить, вплоть до того, чтобы ее удалить. Потому что в идеале тесты, они должны работать со своим собственным окружением, вот, и не оставлять больших следов. Как это сделать в рамках такого класса тестирования? Для этого, кроме вот этих двух атрибутов, тест-класс и тест-метод, есть еще несколько атрибутов. Давайте я их здесь в комментариях напишу. Вот такие атрибуты. Тест-энешалайз. Тест-клинап. Тест-клинап. И есть еще классы нишалайз и класс клинап. И, соответственно, класс клинап. Вот так, сейчас комментарий мы это возьмем. Значит, с помощью этих атрибутов вы тоже размечаете методы тестового класса. Они указывают, в каком порядке их выполнять. Смотрите, у нас, допустим, есть тестовый класс. В нем может быть несколько тестовых методов. Прежде чем будут выполняться все тестовые методы, выполнится метод, помеченный атрибутом класса нишалайз. Один раз. А после того, как отработают все тесты данного класса, один раз выполнится метод, помеченный атрибутом класс клинап. А методы, помеченные атрибутами test initialize и test cleanup, они, соответственно, выполняются до и после каждого тестового метода. То есть, вот смотрите, у меня здесь два тестовых метода. Вот он, test average1, test average2. В каком порядке будут выполняться методы, размеченные этими атрибутами? Сначала выполнится класс initialize, ну, метод, помеченный атрибутом класса initialize. Потом test initialize, потом метод, помеченный, собственно, атрибутом test method, вот так вот, вот он выполнился. Потом сразу test cleanup. Потом, если есть еще один тестовый метод, опять сначала test initialize. Вот он, test initialize. Потом, собственно, тестовый метод, потом test cleanup. И после того, как отработают все тестовые методы, один раз выполнится класс cleanup. То есть, класс initialize, класс cleanup обрамляет все тестовые методы, а test initialize, test cleanup обрамляет каждый тестовый метод. Понятна логика? То есть, ну, допустим, вы делаете класс для тестирования работы с базой данных, вы можете в класс initialize создать базу данных. Значит, дальше пойдет выполнение методов, тестирующих взаимодействие с этой базой, но в класс клинам эту базу почистить или дропнуть вообще. То есть, вот такие вот тоже полезные атрибуты. Это, по идее, только название, по которому программа знает, что значит, прям, что... Да, совершенно верно. То есть, это название, ничего не делают. Это атрибуты, да. Делают реально методы, на которые вы повесили эти атрибуты. Это просто атрибуты. Все эти атрибуты, вот они в этом namespace определены. Давайте тогда, если с этим более-менее понятно, посмотрим более сложные случаи использования тестов, когда для написания тестов мы слегка меняем архитектуру нашего приложения, а точнее используем определенные шаблоны проектирования, которые позволяют сделать компоненты нашего приложения менее связанными. Сейчас вы поймете, для чего. Для начала давайте расскажу, что такое вообще. Слабо связанные компоненты приложения, то, что по-английски называется Loosely Calculated Components. Когда вы создаете большую систему, у вас разные части вашей системы как-то зависят друг от друга. Ну, например, вы создаете бизнес-объекты, которые должны сохранять свои данные в базу данных и загружать оттуда же. Это значит, что у вас будет некий функционал, который обычно называется Data Access Layer, который, собственно, взаимодействует с самой базой данных. То есть бизнес-объекты, используя функционал Data Access Layer, загружают свои данные из базы или, наоборот, их туда сохраняют. Так вот, когда вы создаете такие объекты, использующие функционалы других слоев, реализовать это можно по-разному. Можно сделать их сильно связанными напрямую, используя имена объектов, предоставляющих данный функционал. То есть, ну, например, у вас в Data Access Layer есть класс, который называется Repository, который, собственно, предоставляет данные из базы или данные в базу сохраняет. Если вы в вашем бизнес-объекте напрямую используете этот репозиторий, то есть надо вам загрузить данные, вы пишете New Repository и, соответственно, используете его методы, то у вас получается, что у вас бизнес-объект жестко привязан к этому репозиторию. Он без него вообще не компилируется. Но мало того, что он не компилируется без него, он не компилирует, он не сможет работать с другим репозиторием. То есть его нельзя будет просто так поменять. Это не очень здорово. Например, это весьма неприятно, когда вы захотите написать тот же Unit Test. Я вот вам говорил, к примеру, у вас есть бизнес-объект накладная, и вы хотите протестировать функцию расчета Total. Вам надо, соответственно, взять эту накладную. Но накладную вы берете, например, из репозитория. То есть там есть функция «загрузить из репозитория». Но беда-то в том, что если вы будете пользоваться реальным репозиторием, к которому жестко привязана накладная, то у вас будет задействована база данных. Получается, в Unit Test, который должен тестировать просто ограниченный функционал расчета Total, на самом деле будет использована еще и загрузка из базы, которая там может порушиться по неизвестной причине, там еще что-то. В нее надо базу какую-то создать и так далее. Это уже не Unit Test. И проблема-то в том, что когда вы жестко запрограммировали вашу накладную использовать репозиторий для загрузки данных, она по-другому просто не работает. А вот мы сейчас это и используем. Совершенно верно. Вот для решения этой проблемы, мы можем как бы сделать эти компоненты, то есть бизнес-объект и да-таксес-леер, менее связанными, то есть слабо связанными. Называется Loosely Components. Если говорить более строго, слабо связанные компоненты – это компоненты, которые умеют взаимодействовать друг с другом, используя минимум необходимых деталей, минимум необходимой информации для взаимодействия. В идеале они вообще друг про друга могут не знать ничего. То есть это может задаваться, например, через конфигурацию вашей сборки, через конфиг-файл. То есть сам по себе код накладной может вообще про репозиторий ничего не знать, но тем не менее его использовать. Это и называется слабо связанность. Слабая связанность, она может быть использована и для целей тестирования, мы сейчас посмотрим пример, но не только. Она может быть использована и в других ситуациях, когда вы, например, захотите подменить репозиторий. То есть вы написали сначала один репозиторий, а потом у вас нагрузка на вашу систему выросла, и вам надо поменять репозиторий. То есть он должен содержать какой-то там дополнительный функционал, кэширование данных сложного и так далее. Вот когда у вас уже применены шаблоны, позволившие вам сделать эти компоненты слабо связанными, вам будет легко подменить репозиторий, вам не надо будет переписывать эту самую накладную. Вопрос. Как это дело, собственно, реализовать? Вы правильно говорите, с помощью, например, интерфейсов. Ну это вот простейший способ. Есть вообще несколько шаблонов объектного проектирования, которые помогают нам создавать слабо связанные компоненты. Одним из таких шаблонов является Dependency Injection. DI его обозначает. Dependency Injection. Он является частным случаем инверсии управления, Inversion of Control. Давайте поясню, что это такое. Общий шаблон Inversion of Control заключается в том, что ваше приложение не само управляет, скажем так, потоком выполняемых команд. Фактически ваше приложение представляет библиотеку, подключаемую к каркасу. То есть есть некий каркас в виде набора интерфейсов, а к нему ваше приложение подключается как библиотека. Она реализует, например, эти интерфейсы. Например, то, что у нас юнитесты. Ведь фактически здесь используется Inversion of Control. Сам по себе юнитест, который мы написали, он же сам не запускается. Он вообще не содержит точки входа. Запускается на самом деле каркас, вот этот самый юнитест, который подгружает нашу библиотеку. Вот это пример шаблона Inversion of Control. Инверсия управления. А вот частным случаем инверсии управления является Dependency Injection. Фактически Dependency Injection это внедрение зависимости, если так переводить. Фактически это Inversion of Control, примененный к зависимостям. Что такое зависимость? Это как раз, когда у вас ваш программный код зависит от другого какого-то функционала. Фактически Dependency Injection это реализация Inversion of Control к этой применительной ситуации. То есть идея заключается в следующем. Ну, на примере того же репозитория, предоставляющего доступа к базе данных. Наш бизнес-объект не должен напрямую работать с конкретным репозиторием. Он не знает, с каким репозиторием он работает. Он работает с неким набором методов, описанных как раз в интерфейсе. То есть первое, что мы делаем, мы создаем интерфейс, в котором описаны методы репозитория. А дальше наш бизнес-объект, ну или тот функционал, который с ним собирается работать, принимает в качестве входных данных любой репозиторий, реализующий данный интерфейс. Принимать он может либо как параметр конструктора, либо просто как setter property. А дальше мы можем реализовать несколько репозиторий. Мы можем реализовать реальные репозитории, которые с реальной базой данных работают. И можем реализовать, допустим, репозиторий пейковый для целей тестирования, который выглядит как реальный, то есть набор функций это там уже тот же самый, так как реализуется тот же самый интерфейс. Но он с реальной базой не работает. Он работает с данными просто в памяти, с которыми проблем обычно никаких нет. И причем он сам эти данные и создает. Ну а дальше остается только нашему каркасу, в рамках которого работает, например, модуль тестирования, подсунуть нашему бизнес-объекту или тому, кто собирается этим репозиторием пользоваться, подсунуть правильный репозиторий. Это можно сделать как явно, так и не явно. Но вот здесь вот пример явного использования. Здесь все очень просто. Значит, мы делаем у нашего объекта два конструктора. Первый конструктор с параметром типа интерфейса этого репозитория, а второй конструктор без параметра. Если вызывается конструктор без параметра, то есть в реальной программе, когда создается этот объект, то внутри него создается реальный репозиторий. Если же вызывается конструктор с параметром, вот он, конструктор с параметром, то туда кто-то снаружи передает другой репозиторий. Это параметр типа интерфейса этого репозитория. Ну в данном случае для целей тестирования. Но здесь у вас все равно получается такой неполный dependency injection, потому что у вас все равно явная зависимость в случае наличия конструктора без параметра, где явно прописана реальная репозитория. Можно реализовать настоящий dependency injection, так называемый неявный, когда у вас класс репозитория прописан просто в конфиг файле, а ваш объект запрашивает так называемый локатор. Локатор это отдельный объект, задача которого вернуть ему в подходящий репозиторий. Локатор читает из конфиг файла имя класса, репозитория реального, создает объект этого класса и подсовывает вашему объекту. Подсовывает, например, через property. То есть в случае реальной dependency injection ваш объект вообще ничего ни про какие репозитории не знает, у него есть просто property типа интерфейса этого репозитория. Все, больше он ничего не делает. Это неявная реализация. Есть явная реализация, когда он один из репозиторий умеет создавать, дефолтный, скажем так, реальный, и плюс он может снаружи принять любой другой репозиторий, например, как параметр конструктора. Ну вот можем посмотреть в реальном проекте, как это выглядит в реальном коде. Сейчас я попробую его открыть. Так, этот проектик мы свернем. Значит, здесь у нас веб-приложение, оно построено по шаблону MVC, ModelViewController. И там есть контроллер, который взаимодействует с базой данных. Ну, фактически это приложение показывает нам фотоальбомы. То есть у нас в базе данных лежат фотографии, и оно нам показывает, соответственно, эти фотографии. Там есть контроллер. Это класс, объект которого, собственно, используя репозиторий, репозиторий, загружает фотографии и в виде списка этих фотографий выдаёт уже на веб-страницу. Для работы с базой данных используется Entity Framework, который выступает в качестве репозитория. Но плюс, плюс, у нас здесь есть проект тестирования, задача которого протестировать UI. Вот здесь как раз спрашивали коллеги про тестирование UI. Здесь как раз идёт тестирование как контроллера, так и UI. Но, поскольку речь идёт о тестировании контроллера и UI, то мы не должны трогать реальные репозитории. Мы не должны при тестировании контроллера и UI вообще с реальной базой взаимодействовать. Поэтому здесь есть два репозитория. Реальный, взаимодействующий с базой, который использует для этого Entity Framework, и второй фейковый, который никакого Entity Framework не использует, а использует данные, лежащие просто в коллекции памяти. Но оба репозитория реализуют один и тот же интерфейс. И здесь использован Dependency Injection, явный, правда. Там конструктор, дефолтный без параметров и с параметром типа этот интерфейс. Давайте посмотрим. Вот смотрите, есть здесь, сейчас мы его попробуем найти, вот он, интерфейс. Называется он iPhotoSharingContext. Это интерфейс, описывающий фактически набор методов репозитория, предоставляющие доступ к данным. Вот смотрите, здесь есть, допустим, метод Photos, который возвращает коллекцию фотографий из базы. Или, не метод, Property, Property Comments, который возвращает комментарии к фотографии. К ним можно там линк запроса писать и так далее. Дальше, есть методы для изменения данных в базе. В данном случае метод Add и, соответственно, метод SaveChanges. То есть мы сначала вызываем Add, потом SaveChanges. Есть методы поиска данных. Вот они, FindFotoById и FindCommendById. Это всего лишь интерфейс. И плюс у нас реализованы два класса, реализующих данный интерфейс. Первый класс, вот он, это реальный DB-контекст Entity Framework. Обратите внимание, он наследуется от класса DB-контекст Entity Framework. И плюс реализует интерфейс iPhotoSharingContext, то есть интерфейс репозитория. Он реально взаимодействует с базой данных, потому что у нас тут описан DB-контекст этого Entity Framework. А в проекте тестирования, который есть в этом солюшене, чуть ниже, есть другой контекст, который называется Fake PhotoSharingContext. Он тоже реализует тот же самый интерфейс. В нем, соответственно, те же самые методы. Но разница в том, что эти методы ни с какой базой не взаимодействуют. Вместо базы здесь, видите, выступает приватная коллекция, в которую при инициализации всего этого дела добавляются 4 фотографии. Но это в тесте. А теперь можно посмотреть на тот контроллер, который мы, собственно, тестируем. Вот он, фото-контроллер. Вот обратите внимание, у него есть приватное поле типа интерфейса, контекст, в котором он работает. И два конструктора. Дефолтный конструктор, который создает реальный контекст. Поэтому здесь dependency injection явный, он к реальному контексту привязан. Но плюс есть конструктор, который принимает в качестве параметра любой другой контекст. Видите, он принимает в качестве параметра объект, реализующий данный интерфейс. И дальше он работает только с этим полем типа интерфейс. То есть фактически наш контроллер, который мы будем тестировать, он не знает, вообще говоря, с каким контекстом он работает. Ему его подсовывают снаружи. Это у нас явный dependency injection. Если бы был неявный, то у нас вот этот конструктор, фотоконтроллер, он бы был без параметров, но он не был бы привязан вообще ни к какому контексту. Он бы запрашивал отдельную сущность, которая называется локатор. Типа дай мне контекст. То есть у нас был бы некий класс локатор. И здесь в единственном конструкторе фотоконтроллера без параметров мы бы создавали объект локатор. New locator. И у него бы вызвали метод get.photo.sharing.context. Откуда локатор берет контекст? Это его личное дело. Например, он может прочитать имя класса, реализующего контекст в данной ситуации из конфиг файла. И у нас было бы два конфиг файла для реальной программы и для, допустим, тестирования. Это был бы неявный dependency injection. Но здесь он явный. Я могу, в принципе, вам даже написать, вместо вот этих двух конструкторов, в комментариях сейчас напишу, был бы какой-нибудь один конструктор, он был бы без параметров, в котором мы создавали некий объект локатор, который надо было бы, естественно, написать, который бы умел откуда-то брать название контекста. Например, из конфиг файла. Здесь мы напишем, can read.context.type.from.config. И, соответственно, методом, каким-нибудь методом этого локатора, допустим, get.context, мы бы этот контекст получали. Я в комментариях поставил, чтобы было понятно. Это будет неявный dependency injection. Ну, вот, собственно, и все. В данном случае в реальном проекте используется конструктор дефолтный для создания этого контроллера. Когда реальному веб-приложению нужен этот контроллер, он вызывает дефолтный конструктор, и у нас используется реальный контекст. А в проекте тестирования, давайте посмотрим, что здесь создается. Смотрите, создается фейковый контекст. Для того, чтобы он был не пустым, туда добавляются какие-то данные. Эти четыре фотографии. И дальше создается объект контроллера, который мы собираемся тестировать. А ему, вот он, параметр фейковый контекст. То есть здесь мы вместо реального контекста подсовываем фейковый. Почему? Потому что мы вот этим юнит-пестом, видите, он называется Photo Gallery Model Type. Мы что хотим протестировать? Мы хотим протестировать UI. У нас контроллер, метод контроллера должен вернуть нам представление, то есть фактически веб-страницу, которая должна быть заполнена списком фотографий. И вот мы вызываем метод, то есть когда создали этот контроллер, но подсунув фейковый контекст, мы вызываем у него метод для получения страницы. В данном случае это не вся страница, а Partial View, то есть часть страницы. И мы хотим проверить, что эта страница заполнена данными типа список фотографий. Потому что именно так должна выглядеть страница, показывающая список фотографий. Мы сверяем тип модели. Вот он, Model, видите, у результата это наш Partial View. У него есть свойство Model, это модель, данными которой будет заполнена наша страница. И мы сверяем, что реально-то она будет заполняться данными в виде списка фотографий. Здесь есть и другие, допустим, функции тестирования. Ну вот где-то, вот, Count, допустим. К примеру, если мы вызываем у контроллера метод для получения части страницы, отображающей все фотографии, сколько там должно быть фотографий, очевидно, столько, сколько вернет контекст. Но контекст у нас фейковый, вот он, в котором мы добавили ровно 4 фотографии. Вот мы можем проверить, правильно ли экшн контроллера, то есть метод контроллера, выполнить запрос к контексту. Вот мы проверяем количество фотографий. Мы сами только что в контекст добавили 4 фотографии. И мы проверяем, действительно ли на странице будет при этом 4 фотографии. Это и есть проверка метода контроллера. Потому что, как вы иначе UI протестируете? То есть вот у вас требование, что эта страница должна отобразить все фотографии, которые есть в базе. Вот как это проверить? Вот так это проверить. Вы создаете фейковый контекст, в который добавляете точно вам известное количество фотографий. Дальше этот фейковый контекст подсовываете контроллеру, который должен вам вернуть страницу. Вы получаете эту страницу и смотрите. А эта страница заполнена данными модели, в которой сколько элементов в этой коллекции модели count вызываете, столько, сколько в базе вашей фейковой в памяти или не столько? Ну на самом деле я же не вижу, что он видит. А вам не надо видеть? Зачем вам видеть? Ну понятно, что вы не видите. Ну скажем, он там загрузил фотографии. А для этого, ну тогда другая ситуация. Вы когда получили это partial view, вы можете найти столько элементов картинок. Это уже проверка HTML, то есть визуальной формы, что на ней есть столько элементов управления, сколько и таких, как вы ожидаете. В данном случае это проверка даже не столько UI, сколько данных, которые будут исполнены. Да, совершенно верно. Вот если говорить более точно, это проверка данных, которыми будет UI заполняться. Но вы же можете написать еще и метод тестирования, который просто проверяет, что эти элементы визуальные есть. То есть вы чувствуете разницу? У вас каждый юнит-тест проверяет собственный функционал. Один юнит-тест проверит, что у вас вообще картинки отображаются на этой странице. А другой юнит-тест проверяет, что те самые картинки отображаются на странице. То есть это разные проверки. Но и то, и другое, в принципе, относятся к UI. Только одно относится к непосредственно визуальным элементам, а эта проверка относится к данным, которые будут использованы для заполнения этого визуального элемента. Вот вам пример использования этих самых объектных шаблонов проектирования. В данном случае Dependency Injection для реализации модуля тестирования. Юнит-тест. Но я повторюсь, на самом деле это помогает не только в юнит-тестах. Допустим, вот сейчас у нас один репозиторий, а потом мы базу поменяем. У нас вообще будет не реализационная база, а там, я не знаю, какая-нибудь NoSQL база, где мы храним эти фотографии. У нас же репозиторий будет совершенно другой. Мы можем, на самом деле, сделать другой совершенно репозиторий, но интерфейс останется тот же самый. Мы просто через Dependency Injection, особенно если там неявная реализация через конфиг-файл, меняем просто имя класса реализующего репозиторий, и все. И у нас контроллер даже не нужно перекомпилировать. Вопросы есть какие-нибудь? Вопрос такой вот. А используется еще просто наследование класса без интерфейсов для ответственности? Можно, да. Но это вот Inversion of Control, более общий шаблон. Dependency Injection – это частный случай шаблона Inversion of Control. Вот для Inversion of Control там используются, скажем так, принципы единообразия. То есть, когда у вас более высокоуровневые модули, они не зависят от более низкоуровневых модулей. И, соответственно, более высокоуровневые абстракции ничего не знают про нижележащие абстракции. В случае объектного подхода, вот переход от более общей абстракции к более конкретной – это и есть отношение наследования. То есть, вы делаете класс «машина», и от него наследник «легковая машина». То есть, вообще, наследование – это конкретизация. Есть общая абстракция машины, и вы ее конкретизируете. «Легковая машина» – это и есть наследование. У вас класс «легковая машина» наследует просто машину. Так вот, в случае Inversion of Control у вас более общие абстракции, то есть классы родителей ничего про своих наследников не знают. То есть, да, наследование тоже может быть использовано для этих целей. Конечно, естественно, естественно, с полиморфизма. За счет полиморфизма, то есть вы используете более общую абстракцию, но вам вот этот каркас Inversion of Control подсовывает конкретную реализацию, то есть частный случай. То есть у вас, грубо говоря, параметр типа базового класса, а снаружи вы получаете объект дочернего класса. Но вам даже не интересно, что вы получили. У нас же любой объект дочернего класса, ссылка на него приводится к ссылке типа базового класса. Вы вызываете методы, но за счет полиморфизма вызываются методы, естественно, дочернего класса. Да, совершенно верно. Совершенно верно. То есть наследование, да, здесь тоже может быть использовав. Паршиал-классы. Но надо понимать, что паршиал-классы, они ведь существуют только на уровне исходного кода. Это всего лишь... Что такое паршиал-классы в том же C-Sharp? Это всего лишь разделение кода одного класса на несколько файлов с исходным кодом. И все. Вы когда паршиал-класс скомпилируете, у вас в сборке скомпилированной такого понятия, как паршиал-класс, нет вообще. Нет в интермидиат-лэнгвич понятия паршиал-класс. Это только на уровне исходного кода. Это лишь указание компилятору, что вот этот класс, он просто размазан по нескольким файлам с исходным кодом. Для целей тестирования вам это мало поможет по причине того, что у вас модуль тестирования в отдельной сборке. И у вас ту сборку, которую вы тестируете, она к вам может прийти не в виде исходного кода. А там уже никаких паршиал-классов нет. Поэтому здесь предпочтительно использовать как раз интерфейсы и абстракции. Так, ну если вопросов нету, то давайте на этой радостной ноте закончим. Субтитры создавал DimaTorzok